Театр Сейчас их Союзу один год. Елизавету и Евгения свел Саровский театр. Под его сводами актеры познакомились, а позже и создали театральную семью. Даже предложение руки и сердца Евгений сделал в лучших традициях профессии. Сразу после премьерного спектакля Елизаветы «Игра в любовь». В театре есть такая традиция, когда премьера проходит, все актеры, занятые в спектакле, и, как правило, и вся постановочная команда, которая работала над спектаклем, проходит именно по определенному коридорчику, где и у них коридор аплодисментов. Да, все, кто не занят спектаклей, руководство театра, и артистам, мы выстраиваемся и аплодируем нашему коллегу. После премьеры такая традиция. Да, и как раз на этом коридоре я ждал Елизавету Андреевну с букетом и кольцом. Я ничего не догадывалась, ни о чем не догадывалась. Не догадывалась, об этом не знал никто, поэтому это даже не удалось заснять никому. Камеры наблюдения там не работают. В общем, это осталось только такое впечатление. Но получилось так, что мы открыли, наконец-то, после ковида театр. У Лизы была премьера, и я сделал предложение. Вот такой тройной праздник. При всех наших друзей, коллегах, встал на колено, спросил, будет ли я женой. Я заплакала, не пила, что надо делать сейчас. У меня Оля есть, говорит, ну скажи уже что-нибудь. Ну я сказала, да. В супругов объединяет и профессия, и общее место работы, и общие спектакли. Часто им приходится играть на одной сцене, как актерам. Иногда Евгений выступает в качестве режиссера постановки, в которой задействована Елизавета. Комбинации рабочих отношений бывают разные. Но актеры говорят, что общая профессия помогает им найти друг для друга нужные слова поддержки, утешения и помощи. Да, бывают трудности, но это лишь часть творческого процесса. Бывают проблемы, когда остаются какие-то неразрешенные вопросы на репетиции, которые хочется безумно решить. Но я просто вредная актриса, я должна все знать. Если я что-то не знаю, я буду спрашивать, пока мне вопрос не ответит. Вот, да. И начинаются дома какие-то разговоры, споры. Причем такие активные споры. Дорога, слава богу, не доходит. По-разному. Но в целом, хорошо. Душа в душу. Ну, просто это действительно интересный такой опыт. То есть, например, о том, что Женя будет делать, я знаю уже изначально. То есть, Женя говорит, я хочу это придумать, я тебе попозже расскажу, как это будет. Наступает момент, мне Женя рассказывает, делится. То есть, его фантазия переходит в мою фантазию. Я же не могу, как бы, ну, идеально понять, я все равно воспринимаю через призму своего сознания. Потом мы приходим на репетицию, Женя это рассказывает всем. Потом, это уже третий, как бы, ну, призм, это не то, чтобы разные вещи, но, как бы, с разных сторон, как будто бы. Потом уже момент самих репетиций идет. Я понимаю, что, я что-то не понимаю, я начинаю спорить, потому что я-то помню еще про первый, как бы, вариант всего. А процесс-то идет, и что-то в нем тоже в Жене меняется, и мысли приходят новые. И одно, все равно же, как бы, от нас, от артистов, все равно идет. То есть, ну, невозможно придумать что-то, и при этом не учитывать, что за артисты с тобой работают, как бы. Вот. Да, мы начинаем спорить. Вот. Я начинаю узнавать, что же тогда делать, как мне работать теперь. Так бы, по первому плану, или вот, по первоначальному, или то, что сейчас. Да, но нужно как можно скорее найти в этом ответы, чтобы дальше работать. Потому что... Либо просто как-то абстрагироваться. Да, да, либо просто мы это не обсуждаем сегодня. Да. Все нормально, поговорим на работе завтра. Да, завтра на репетиции обсудим еще раз. Да. Евгений Цыпаев приехал в Саров из Нижнего Новгорода в 2011 году после окончания театрального училища. Марина Першина, директор Саровского театра, позвала нижегородских студентов-выпускников на гастроли, после чего молодые актеры получили приглашение работать в Сарове. В их числе был и Евгений. Небольшой закрытый город привлек внимание молодого человека как площадка для экспериментов и самых смелых идей. Так как здесь все-таки есть, опять же, забор, понимаешь, что тут нет каких-то вещей, которые на большой земле, скажем так, уже давным-давно практикуются. И исходя из всех этих впечатлений, всех этих осознаний, пониманий, я пришел к такому внутреннему выводу того, что здесь можно пробовать то, чего нет именно здесь, но то, что опробовано уже там. Поэтому формат эксперимента здесь гораздо интереснее, нежели где-то там за забором, скажем. То, что, условно говоря, мы делаем здесь в плане каких-то театральных экспериментов здесь в театре, на большой земле, там за забором, в смысле, уже опробовано там 5, 6, 8, 10 лет назад. А здесь никто об этом не знает. И есть возможность попробовать это сделать вот на совершенно как бы неподготовленной почве. Ну, как говорится, непаханное поле. Вот. Собственно, и это один из пунктов, который повлиял на то, что здесь, наверное, стоит оставаться. Что здесь можно развиваться, скажем так, с нуля, внутреннего и внешнего. Но при этом опираясь на опыт того, что происходит вокруг. Ну, и опять же, закрытость города, я через, там, не помню, 2, 3, 4 года проживания здесь, я понял, что замечательный плюс закрытия города, что ты чувствуешь здесь себя в безопасности. Еще один общий факт, который объединяет Елизавету и Евгения, они оба родом из Нижнего Новгорода. Только вот Елизавета училась актерскому ремеслу в Ярославском театральном институте. Молодая актриса уже успела пожить и в Перми, и в Питере, и в Арзамасе. В любимом Елизавете Петербурге с театром никак не складывалось. Как-то раз ее друзья из Костромского театра побывали в Сарове на фестивале «Ох уж эти сказки» и посоветовали Елизавете связаться с руководством Саровского драматического. Наконец, в конце 2017 года Елизавета, тогда еще Казачкова, перебралась в Саров. Так сбылась ее мечта – работать в театре. У меня не было каких-то ожиданий, я просто очень хотела в театр, потому что, ну, как бы, я в Петербурге работала администратором стоматологии, работала воспитателем в частном детском саду, то есть, ну, занималась всем чем угодно, кроме как работать в театре. А мне очень, очень этого хотелось. И когда я приехала сюда, я ничего не ожидала, но мне очень понравилось, что я сюда приехала, и я не чувствовала себя какой-то одинокой, брошенной. То есть, ко мне очень внимательно отнеслись и ребята, с которыми мы жили все вместе в общежитии в театральном. Ну, теперь это мои друзья уже много лет. И руководство театра, и цеха театра – все очень так по-доброму, с уважением отнеслись. Ну, к тому, что я одна молодая артистка, посередине сезона я приехала как раз перед новогодним выпуском, перед новогодкой. Вот. Поэтому, чем… Все театры отличаются. Вот у моста, когда мы работали, там свой тип работы, там, как бы, ты работаешь постоянно, очень много. И для меня это, ну, невозможная ситуация. То есть, ты просто не чувствуешь жизни, а мне все-таки важно жить при всем, при всей моей любви к театру. Важно проживать свою жизнь. Вот. В Розамасском театре, когда я была, там, ну, да, классическая схема работы в театре, но тут уже идет поиск именно какого-то своего места, своего коллектива, своей атмосферы в театре. Атмосфера в театрах везде разная. Вот, которая у нас атмосфера… Я не знаю, как ее описать правильно, но мне она нравится, мне она подходит к каким-то внутренним вибрациям. Я чувствую, что сейчас это то, что мне надо, то, что мне нравится, мне приятно. Почти у каждого актера есть своя значимая, особенная, ключевая роль, которая меняет внутренний мир артиста и буквально переворачивает его сознание. Для Евгения это роль племянника полковника Ростенева, Сергея, в спектакле «Село С» по произведению Достоевского, «Село Степанчикова» и его «Обитатели». Постановка сильно повлияла на всю жизнь Евгения, хотя он и сыграл в ней более 10 лет назад. А вот у Елизаветы такой роли пока нет. Ей нравится все, что она играет, ведь каждый ее персонаж всегда разный, особенный и многогранный. Очень банальная фраза, но мне нравятся все мои роли, потому что в некоторых, как, например, в «Пингвинах» у «Ковчега 8» спектаклей, мне очень нравится, что можно от души побеситься абсолютно спокойно. Это детская сказка, дети радуются. Это «Водевиль», я любила всей душой, нежно до сих пор люблю и страдаю, что мы его мало играем. Но это тоже, ты можешь все скопившись в тебе выплеснуть, отдать, и это в правильном русле, естественно, все. Вот, другие там спектакли «Мой папа Питер Пэн». Мне очень нравится, что это какая-то другая роль над ней, как-то, ну, к ней прям нужно подготовиться, то есть собраться с силами, прям, ну, просто очень эмоционально сильный выплеск идет, и нужно как-то по-другому себя настроить, с другой как-то стороны с собой поговорить, чтобы вечером уже суметь, суметь не с холодным носом выйти на сцену, а быть внимательным к партнеру, то есть, ну, да, поэтому пока какой-то ключевой роли нет. Я мечтаю вообще о пластическом спектакле. Я очень хочу себя попробовать в пластическом спектакле, потому что у меня есть какие-то драматические роли, есть комедийные, есть комедиположения, есть сказки, есть музыкальные спектакли. Мне все это нравится. А вот танцевального спектакля такого, прям вот, чтобы весь спектакль был пластический, танцевальный у меня не было такого. Самая распространенная актерская практика, которая на слуху даже у далеких от театра людей, это система Станиславского. Можно сказать, что главный лозунг такой системы – чтобы зритель поверил. К этому стремится каждый артист. Вход в роль, перевоплощение в своего героя – главная задача актера. Мне надо побыть в тишине, просто чтобы собрать себя, вспомнить, о чем мы договаривались играть этот спектакль, вспомнить, с кем я существую в этом спектакле, понять, что мы хотим, ну, как бы, что хотим этим спектаклем показать, сделать, может быть, что-то пробудить, о чем мы договаривались вообще, о чем какие разговоры были во время репетиции. Посидеть в тишине, спокойно с самой собой это все оговорить, и уже дальше как-то, дальше настраиваться. А когда мы комедии играем, мне важно посидеть в парикмахерском нашем цеху, поболтать со всеми, потому что это нужно разрядиться немножко, ведь не всегда, ты не постоянно же веселый, ну, там, бывают и днем какие-то свои бытовые проблемы и дела, и поэтому мне нужно от кого-то напитаться, как бы, этим, чтобы потом постараться ярко, ярко сыграть. Многочасовые репетиции, напряженная работа над спектаклем в течение длительного времени, читки, разбор характеров, истенических ситуаций. И вот актеры перевоплощаются в купцов, королев, бедняков и вельмож, животных и сказочных домов. Между реальностью и игрой остается тонкая грань, которая постоянно так и норовит смазаться, стереться. В это время актеры живут словно на две жизни. Пока создается спектакль, пока создается какая-то роль, конечно, ты ей, там, месяц, полтора, два, ты живешь этой ролью, ты живешь жизнью другого человека, и это очень сложно отделять от реальной жизни, хотя это необходимо, необходимо просто делить, как бы, ну, мухи отдельно, котлеты отдельно, это нельзя совмещать. Но все равно пересекается, все равно сталкивается, все равно начинаешь замечать за собой, что какие-то твои внутренние реакции на те или иные жизненные ситуации происходят в какой-то степени уже не от твоего имени, а от лица персонажа. Частично оно происходит. Но с этим надо бороться. Это такая внутренняя, бесконечная работа, какая-то психологическая происходит. Ну, никак без этого не обойтись. Есть такая театральная шутка о том, что режиссерами становятся плохие актеры. Но режиссерская работа Евгения не мешает ему также выступать на сцене вместе со своими коллегами. Режиссур и актер начал интересоваться еще в годы студенчества. Поступать на специальное отделение не стал, уехал работать. Но мысли о режиссуре не покидали. Это и вылилось в те режиссерские эксперименты, которые вдохнули в классический театр новую жизнь и так полюбились саровским зрителям. Театральный подвал, везде театр, читки пьес. Мне интересен театр во всех его ипостасях. Я не определяю себя к тому, что я актер, режиссер, еще кто-то. Нет, я занимаюсь театром. Мне нравится заниматься театром. Мне мало того, что я выхожу на сцену. Мне интересно больше. Что касается разницы актер-режиссер, это очень простой ответ. Это совершенно разный способ мышления. Не хочется там сейчас, конечно, грузить как-то там терминологии и какой-то еще там профессиональной литературой, не знаю, чем угодно. Но режиссер, условно говоря, это архитектор, а актер – это инженер. Если вы понимаете, архитектор придумывает композицию какую-то, инженер придумывает, как ее исполнять. И мне вот мало инженерии. Мне хочется архитектурой позаниматься. Мне кажется, что у меня в этом есть определенные внутренние силы и возможности. И мне кажется, что я внутренне имею какой-то ресурс того, что я хочу сказать этому миру посредством театра, а не только посредством актерской профессии. Это какая-то внутренняя потребность. Я хочу попробовать новое для себя. Я не пробовал там такой формат. Я хочу его попробовать. Я его пробую. Благо, руководство театра мне дает на это возможность. Спасибо, Марина Владимировна. Есть ли у саровских актеров слава внутри закрытого города? Елизавета и Евгений признаются. Да, с ними часто здороваются незнакомые люди. Подходят и спрашивают про новости и премьеры театра. Обсуждают, на что можно сходить с детьми. По мнению актеров, это вызвано тем, что в маленьком Сарове как будто немножко все свои. Забежал тут в магазин рядом с театром. А я сейчас лысенький. До этого был с длинными волосами. И ко мне просто подходит женщина, которая... Неизвестная как бы. Я с ней лично и точно не знаком. Говорит, простите, а вы почему постриглись? И вот как на это реагировать, да, не всегда знаешь. Но нет, это ощущается, это чувствуется, и очень часто с этим сталкиваешься. Слушай, помнишь историю, которая в пятерочке у меня была? Просто очень много смешных историй возникает, как бы они смешные, ну и так задумываешься иногда. Они еще милые, да, но смешные. Да, и это была какая-то зима, ну что-то было уже, когда ты ходишь вот так вот в шарф, вот так шапка. Вот, я зашла в магазин, естественно, укутанная вся, немножко так на кассе раскрыла лицо, и стоит около меня женщина, то что покупает, и говорит, ой, а вы в театре работаете? Я думаю, господи, наконец-то мне это открыто говорят, не только как бы в комментариях это пишут, в сообщениях открыто. Я говорю, да, я работаю в театре. Она говорит, да, просто вас не удастся, вы такая красивая на сцене. Я говорю, ладно, спасибо. То есть я потом долго думала, что она имела в виду. Я хотела сделать комплимент, но получилось это не очень тактично. А то вы такая на сцене-то красивая, вас типа сейчас не узнать. Поэтому она и спросила, я думаю, ну ладно, хорошо, ну хоть так. Ну начнем с этого. Актриса и режиссер. Им не зачем обгонять друг друга в амбициях и прыгать выше другого. Елизавета прислушивается к взгляду супруга со стороны. Вопросы и пояснения Елизаветы и актрисы помогают развивать идею и сформировать целостную картину постановки Евгению-режиссеру. В случае с Евгением и Елизаветой это идеальное дополнение друг друга. И кто знает, может быть, такой творческий тандем принесет Саровскому театру и новые идеи, и новые проекты. А супругам даст новое понимание и раскрытие себя, друг друга, зрителя и своей сценической профессии. Наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории, познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»